Господа нашего Иисуса Христа. Мы тоже справляли, тоже. И мы пришли сюда с благой вестью, что за наши грехи умер, распятый и воскрес Господь Иисус Христос. И кто кается, он дарует прощение. Правильно. Дед, и сколько вам лет? Мне 81 год. Я нахожусь в городе Барнауль, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Довольны? Да. Ну, желаю вам удачи, здоровья, радости, благополучия. Так, дорогой, у вас есть вопросы о душе, о вечности, о будущем страны, самого себя, мира, вы можете задать любой вопрос. Ой, сейчас я вам задам вопрос. Давай. Только не ругаться, прошу, пожалуйста. Ой, да нет, нет, вы что? Так вот, нельзя так. Сейчас я вам задам. Сейчас я задам. Вот, пожалуйста, вот, что я хотел... О, да, вот у меня вопрос. Скажите мне, пожалуйста, почему в церкви, в церкви, да, все продают? Потому что сребролюбивые люди, которым огонь вечно готовится. Господь торгашей выгнал, выбросил их, они опять заползли. Вот мы православные, мы строим деревню с нуля православную, нельзя пить, курить, материться, воровать. И 28 лет. У нас торговли никакой нету. И крещение, все бесплатно. Но включена десятина. У меня брат священник. К нам митрополит приезжает, служит. Это безумие. В церкви не должно быть торговли. Все должно быть бесплатно. Но все должны платить десятину. Вот мне тоже вот это интересно. Как возможно продавать? Все, все, да, 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 другой вопрос. Я вам ответил. Другого не будет. Я не спорю. Спорит, кто не знает истину. А кто знает, он возвещает ее, истину. Ага. Правильно. Вот почему я вот захожу в церкви, на продажу, вот продаю. Их не жалко дать эти деньги. Просто, ну нельзя так. Правильно? Они могут торговать только не в храме, не в церковной ограде. За пределами. За пределами, так только? Да, ну а как, они крестик купили, перепродают. Кто-то же готовил его. Но мы вот покупаем сами воск, сами свечи льем и ставим. У нас они ароматные, а там они синие, зеленые. Они глаза портят. Их выкинуть надо. Да они не дают догореть. Еще вот столько она его тушит, а потом переплавляют. Обман на обмане. А у нас свечка догорит, погаснет сама. Но такой храм он один на весь Советский Союз. Мы трудились. У нас все во взрослом виде крещеные, дети крещеные. У нас ни одного аборта нету, ни одного развода. Все женщины одеты два платка вот так вот, как хиджаб. Ни одной волосинки не видно. И платье до полу. Еще раз, пожалуйста, мне еще вот один вопрос. Вы русский? Да? Вы русский человек? Я русский человек, да. Да. Вот еще я вам задам один вопрос. Вот молодые девочки, вот, да, вот примерно. Вот женщины, вот. Скажите мне, пожалуйста, можно ходить в штанах? Видите как? Поднимать как? Одна без платья нельзя. У нас много комаров, на ней брюки надеты, так, в нижнее-то. Но платье до полу. У нас, когда идут наши женщины, два платка, как хиджаб надеты, и платье такое. А отдельно в брюках, в штанах не разрешается. Это написано 22 глава, 5 стих второзакония. Если на женщины мужская одежда, а на мужчине женская, это мерзость перед Богом. То есть это мерзавка. И еще я что хотел спросить, Господи, я забыл. А кто вот еще, кто придерживается к этому, чтобы носили юбки? Кто не одевает вообще штаны? Какая нация? Которая совсем, видите, что мы много проехали, у меня вышло из печати 38 книг. Я решил подарить библиотеке мира. И мы прошли из Барнаула до Владивостока и до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика, 6 мусульманских республик и Турцию. Я скажу, я видел этих женщин. Это мусульманы. Особенно в Турции. Я видел, как они одеваются. Они как наши сестры. Мусульманы, я понимаю. Мусульманы, платья, штаны ходят. Да, ну, видишь как, у них другая книга, священная. Хотите, я вам скажу, кто в юбках только ходит? А, то цыгане. Правильно. Вот. Вот только цыгане, вот только цыгане. Женщины цыган, вот цыгане, вот. Придерживается. И они как бы, вот и цыгане носят, женщины, штаны. Понимаете? Да, конечно. Это очень хорошо. Что же не понимать-то? Я начальник детского лагеря. 48 лет. Сам его основал в лагере. И у меня были в лагере и цыгане, дети цыганские. И мусульманские, и киргизы, и кого-то ика не было. Здоровые, почти самые здоровые по здоровью цыганские дети. Но одно дни как. Воруют на каждом шагу. Я ничего не могу сделать. Да, да. Я вас перебью, извините. Еще один вопрос. Почему воруют? Почему воруют? Вот я слышал такое, я перебью, извините, пожалуйста. Дайте, я вам договорю, а вы мне уже закончите. Вы мне ответите на эти вопросы. Я просто не знаю точно. Я отвечу. Ответ. Ответ такой. Они это оправдывают. И говорят, когда Христа распинали, и один гвоздь цыган украл. Что, не забили? Говорят, а там муха села, он говорит, а вон уже забитый. И Господь сказал, воруйте, вам разрешается. Ну, то есть, они умеют что только, воровать, ворожить и рожать. Все, вся специальность у них. За это вот Бог прощает цыганам всего, да? Нет, никто не прощает. Вор будет в огне гореть. Не надо это. Вот у меня отец пришел с фронта, вот так, руки нету. И нас 10 ребятишек. 5 мальчиков, 5 девочек. И в это время приезжает цыганский табор. А моя тетка говорит, ну, как такие молодые, ходите, просите, что не работаете? Она говорит, а почему ты не просишь? Так я работаю. А тебе не стыдно работать? Она говорит, нет. А мне стыдно работать. И все, на этом конец. У нас были цыгане. Ну, их прислали там при Хрущеве, зажали. И к нам туда сунули. Ну, они на лошадях, на своих. И пасти где-то. Выйдешь, пасти. А я пастух. Его нет, он куда-то уехал. И вот, когда приедет, он начал, ой, батя, там я, там такой зверь попался, там я кое-как ускакал. Ну, то есть, брехун врет. И все время, как только женщины приезжают, он на коне горцует перед женщинами. Такой герой говорит, а работать ничего не хочет. Вот у меня в жизни всякие люди встречались. Ну, чтобы цыган по-настоящему был верующий, самоотдачей, не пришлось встретиться. Ни разу. Ни разу. А вот мы цыгане. Ну, я вас не знаю. Дай Бог, чтобы вы были другими. И все праздники справляем. Ну, это я верю. В это праздники верю. Мне говорят, там у баптистов есть, говорит, семья цыгане. Я говорю, а кем он работает? А он, говорит, на барабане играет. Вот это работник. А жена где? А жена в столовой помогает, вкусно готовит. Вот это я верю, это работа. Потому что без работы человек должен воровать. Ему есть охота. И везде наркоманы, везде их там поджигают, вышибают. Я это знаю. С ними. Правильно. Ничего не сделаешь. А почему? А одна говорит, журнал «Огонек». Пишет статья, журнал «Большой огонек». Когда, говорит, я видел цыган, мне казалось, что это черти из преисподней вырвались. Как подходит, дай ворожить, дай ворожить. Одна едет тут в вагоне. И к нашему парню, к одному подошла. Давай я расскажу другому. И она говорит, что в кармане лежит. Задай вопрос. Только не говори, я отгадаю. Ну, он протянул руку. Она взяла, подержала, потом как бросила. И что захотел. И сразу легла на полку и все. А это Юрий Михальков был. Он три раза за Слово Божие сидел. Он говорит, люди говорят, а что ты такое задал? Ты чего это она? Я в очереди стою, чтобы она мне сказала. Ты ей сдавай за что-то. Он говорит, а вы ее спросите. Она отвернулась и говорит. Я, говорит, задал один вопрос. Какой ты властью это делаешь? Она должна была сказать сатаны. Но она не хочет говорить. Второй вопрос я задал. Что тебя ожидает после смерти, если ты не покаешься? Она должна была ответить, огонь вечный с дьяволом. Она лежит на полке, ее же так трясет. Он говорит, спросите, правильно я говорю? Пусть она опровергнет. Вопросы она мои почувствовала, а отвечать не может. Это от нечистой силы, от сатаны все. Ну и дальше стал говорить. А вот то, что вы сейчас делаете обман, где обманщики будут? Она не хочет отвечать. Написано, всякий лжец будет в аду гореть. Вот и три вопроса я хотел узнать. Юрий Иванович Михальков задал ей вопрос. Вот, брат, какое дело. Божеством поздравляю вас. Раз. А потом показать, что за наши грехи родился и умер Христос Спаситель. Чтобы люди верили в Бога. Потому что после смерти существует рай и ад. Я просто удивился из-за того, что люди, как вы, тут не сидят. Да не по этому, а это другое совсем. Я вот, по милости Божией, много испытал в жизни. За слово Божие меня садили и опять в тюрьм прошел. Реабилитировал, как политзаключенный. И стал помогать в тюрьме заключенным. И вот кормушку откроют. Ну, они сразу там суются. Я говорю, что грешники? Это уже попались и боитесь. И кого бояться-то? Сидят преступники, женщины. Точно так же. Вот такие глазами. А начинаешь говорить маленько потише. Бояться возмездия за грех. А Христос умер за грехи людей. Бояться не надо. Понятно. И что у вас там? Вот если вы желаете узнать больше о Боге Вечности, вы можете зайти... У нас есть канал свой, «Восвете Библии». Наберите. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Это самый большой Ютубе канал. На весь Ютуб. 19 тысяч роликов наших. И общий просмотр 45 миллионов. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Вот зарядите. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вы увидите, как у нас занятия в университете были. Как вчера у нас молились мы. Какую я проповедь говорил. Мы все снимаем. Вам это приятно будет потом посмотреть. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Ну, мы все поняли. Все. Сохранили уже. Сняли. Вот если вы зайдете по скайпу Игнатий Лапкин, я один. Вы на меня сразу выйдете. Я вам все свои ресурсы скину. И сайт. Нет. И форум. Хорошо, хорошо. Все поняла. Вопросы какие есть у вас? Вопросы о душе, о вечности, о будущем. Да нет. В этом плане нормально. Ну, нормально тогда все. Я так ухожу. Запомните, Игнатий Лапкин, это как ключ будет к вам? Вас как звать-то? Константин. Константин. Это означает, вы должны быть ровными, непсихованными. Не разводиться с женой. Ты Константа, ровная линия. Вот как переводится ваше имя. А Кирилл как? Кирилл, это персидское имя, означает солнце. Ты должен светить людям, потому что солнцем назвал сам Господь. 83-й Псалом, 12-й стих. Господь солнце ищит. Так написано в Библии. Ну, как-то есть. Видишь, какое солнышко лежит. Слава Христу. Если будет желание, найдете в скайпе Игнатий Лапкин. Запишите. У нас огромные-огромные ресурсы. Вот на сайте у меня 50 книг, моим голосом насчитанные. Я первый в стране распространил архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Написал стихотворение против Ленина. У меня 4 тома стихов по 800 страниц. И пришлось 5 тюрем пройти. Я заплатил дорогую цену за свою веру. Ну, во славу Божию тогда. Вмещали рождение Иисуса Христа. Рождество. И мы свидетельствуем о Боге. Христианин из города Барнаула. Алтайский край. Мне 81-й год. Мы возвещаем радость. Вчера Христос родился. Рождество. А эта книга говорит, что он умер за наши грехи и воскрес, чтобы даровать спасение. Он был пророком. Да, он был и пророком был, и богочеловеком. Для мусульман был пророком. Ну да, для мусульман это уже вы говорите для себя так. Да, да. Да. Иисус Христос – это второе лицо Троицы, богочеловек. Написано в Евангелии Атеана 1 глава 1 стих. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. У Бога был Бог, как Бог единый в трех лицах. Слава Всевышнему. Слава Всевышнему. Когда говорят Аллах Акбар, а я говорю Иисус Акбар. Иисус Акбар. Дедушка, вы самый умный человек вообще-то религии. Я говорю, знаете что, вы эту книгу, я говорю, признаёте мусульмане? Ну, это наша книга. Я говорю, считайте, 5 сура, 47-й, 66-й аят, о чём написано? Там написано, мы, христиане, называемся люди Писания. А когда говорили это, 7 век, Писание было только одно Библия, я по ней поступаю. И там написано, и Всевышний дал нам инжил, Евангелие, я по нему и поступаю. Я сейчас с одним мусульманином разговаривал, больше часа. И вот у меня Господь... Что он говорит? Ну, все вопросы задавал, много вопросов. Я ему всё отвечал, потому что я этим призвал. Он на самые главные вопросы? Да, он задавал прямо главные вопросы. Это очень интересно. Вы могли бы их рассказать? А они будут стоять в интернете. У меня большой канал, называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это моя фамилия, имя. Это самое... «Во свете Библии»? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Хорошо, я сейчас зайду к вам. А если вы зарядите... А если вы起來, что вы задавали... А если вы ожидаете... А если вы Продолжение следует...